SCP-2701. Истинное одиночество. Объект номер SCP-2701. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Для наблюдения за SCP-2701 на территории бывшего исправительного учреждения был установлен пост прослушивания. По всему блоку камер 15 установлены видеонаблюдения. Изначально существующие блокировочные механизмы позволяют ограничить возможность передвижения любых освобожденных субъектов. На месте должен постоянно присутствовать один сотрудник службы безопасности, оснащенный удерживающими приспособлениями для всего тела. Описание. SCP-2701 представляет собой камеру 667 в бывшем исправительном учреждении Пенсильвании. В настоящее время камера находится в состоянии крайней негодности. Содержимое ограничено туалетом и кроватью, изготовленными около 1840 года. Демонтаж двери и убранства не выявил никаких необычных особенностей или компонентов. Масс спектрометрии материалов камеры последовательно показала ожидаемый состав, за исключением следовых количеств селенида кадмия, обнаруженных вдоль дверной коробки. На расстоянии 0.8 метров слева от входа SCP-2701 имеется планшет с надписью «Поступившие». В настоящее время в графы планшета вписано имен. В графе «Дата выпуска» указаны даты от 17 июня 2000 по 25 декабря 3300 года. Аномальные эффекты проявляются в том случае, если внутри SCP-2701 заперт один человеческий субъект. Его имя внесено в графу «Имя», а в графе «Дата выпуска» указаны день, месяц и год. Через 13 секунд после выполнения этих условий данный субъект исчезает. Все попытки визуального наблюдения события активации потерпели неудачу, поскольку записывающее оборудование, расположенное внутри или снаружи камеры, в течение 13-секундного периода до исчезновения производит только статические помехи или пустые изображения. Наблюдавшие за событиями исследователи отмечали звук ветра и дополнительные неопознанные шумы. Смотрите аудиопротокол эксперимента 2701.13, исходившие изнутри камеры, непосредственно перед активацией. Никаких аномальных колебаний давления воздуха в ходе этих периодов обнаружено не было. В 12 утра, указанной на планшете «Дата», дверь камеры автоматически закрывается и блокируется неизвестным образом. После закрытия камеры, внутри нее появляется данный субъект. Аудиопротокол эксперимента 2701.13 Первоначальные эксперименты дали неубедительные результаты из-за сопутствующих поведенческих расстройств, проявляемых подопытным после повторного появления. Типичные психозы включали деменцию, никтофобию, фотофобию, селенсофобию, акустофобию, клаустрофобию, агорафобию, гаптофобию, кататонию и анорексию. Вскрытие подопытных не выявило никаких признаков физических изменений со времени события активации, в том числе старения. Последующие краткосрочные испытания показали, что субъекты, прошедшие события активации, испытывают состояние полной сенсорной депривации, оставаясь при этом в полном сознании. На протяжении всего периода исчезновения субъект воспринимает течение времени как значительно более медленное, оценочно в 300-400 раз. Психические травмы подопытных во время нахождения под воздействием 2701 быстро нарастают. Штатные психологи предполагают, что в отсутствии какой-либо внешней стимуляции разум субъекта разрушает рациональные мысли структуры в попытке смягчить стресс, что приводит либо к отключению восприятия, либо ко все более усиливающимся маниям. Субъекты, пережившие события, длившиеся более двух часов, субъективная оценка времени 25-33 суток, как правило, демонстрируют полное расстройство психики. Интервью I2701-1-R-7. Опрашиваемый D77391. Мужчина, латиноамериканец, 34 года. Заключен в тюрьму за убийство. Отобран для этого эксперимента ввиду своего опыта пребывания в одиночном заключении. Обращивающий доктор Саймон. Предисловие. D77391 прошел 15-минутное событие активации. Интервью проводится через 6 часов после исчезновения D77391 из SCP-2701. По сравнению с предыдущими субъектами, D77391 значительно меньше страдает от когнитивной деградации и психоза после эксперимента. Начало протокола. Доктор Саймон. Пожалуйста, опишите, что вы пережили перед воздействием SCP-2701. D. Пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня возвращаться туда. Доктор Саймон. D77391. Ваше сотрудничество в послеэкспериментальном интервью является обязательным. Опишите, что вы пережили под воздействием SCP-2701. D. Это ад. Я был в аду. Доктор Саймон. Сопроводите D77391 обратно в SCP-2701 для повторного D. Нет, подождите, я пытаюсь сказать вам. Там нет ничего, это пустота, это темнота и тишина и пустота. Доктор Саймон. Прошу уточнить. D. Делает паузу, чтобы собраться. D. Я мог думать, но ничего не менялось. Мог только думать и ничего. Я ничего не видел и ничего не слышал. Даже не чувствовал ничего. Я не мог спать и я не дышал. У меня, наверное, даже тела не было. Только мысли и воспоминания и небытие. Доктор Саймон. Значит, вы находились в полном сознании? D. Я чувствовал, я не знал сколько. Когда это прекратится, я пытался понять. Что-то пытался кричать. Если бы не то, что доктор сказал мне, когда он засолил меня внутрь, я бы, наверное, сошел с ума. Доктор Саймон. Что за доктор? D. Блондин высокий в очках. Доктор Саймон. Ах, да, это же доктор вам сказал. D. Выглядит неуверенно и начинает медленно раскачиваться на стуле. D. Он сказал, что независимо от того, что я буду чувствовать, все равно вернусь. Он сказал мне, что я там окажусь не навсегда. Доктор Саймон. Думаю, мы закончили. Вы хотели бы что-нибудь добавить? D. Сколько я там пробовал? Доктор Саймон. 15 минут. D. Стоп, что? Доктор Саймон. Вы пережили 15-минутное событие. D. Приходит в явное замешательство. Нет, 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 не может быть. Меня несколько недель не было. Доктор Саймон. 7-7-39-1 свободны. D. Нет, это не может быть правдой. Темнота меня забрала. Неразборчиво бормочет. Доктор Саймон. Удалено. Отведите 7-7-39-1 в его камеру. Интервью завершено. D. Нет, нет, не хочу снова один, пожалуйста. D. Начинает рыдать и не реагирует на дальнейшие стимулы. Медицинский персонал вводит субъекту успокоительное и доставляет его обратно в место содержания персонала класса D. D. 77-39-1 был устранен 28 часов спустя после того, как в результате попытки самоубийства получил критическое аноксигенное повреждение мозга. Доктор был переведен в зону 38 после 6-месячного отстранения за нарушение протокола эксперимента. Конец протокола. Об SCP-2701 фонда впервые стало известно в 1970 году после обнаружения оправдательных доказательств по делу рецидивиста, отбывавшего пожизненное заключение в тюрьме. Назначенный по делу адвокат попытался устроить встречу со своим клиентом, чтобы обсудить условия освобождения, но получил неоднократный отказ со стороны директора тюрьмы Самуэла Декарда. Когда господин Декарт предложил адвокату существенную денежную сумму, чтобы тот прекратил попытки связаться со своим клиентом, адвокат прибегнул к помощи местных властей, которым Декарт также отказал в доступе. Доступ к учреждению удалось получить силой при помощи местного полицейского спецназа. Хотя в тюрьме должно было находиться 137 заключенных, отбывавших долгосрочное наказание, следователи не обнаружили никаких признаков человеческой жизни, а само учреждение находилось в состоянии крайней негодности. Единственным обнаруженным внутри человеком был господин Декарт, который сдался полиции без инцидентов. Обнаруженные на месте улики показали, что он в течение долгого времени жил в административных офисах тюрьмы. Отвечая на вопрос о состоянии и местонахождении пропавших заключенных, господин Декарт охотно объяснил, что он поместил всех их в камеру 667 и подробно объяснил процедуру активации. Судя по обнаруженным на месте записям, господин Декарт использовал финансирование тюрьмы, чтобы платить взятки инспекторам, адвокатам и бывшим сотрудникам для предотвращения расследования. Внедренный в 9-й округ полиции федеральный агент предупредил командование фонда и инициировал процедуру изоляции. Интервью Ай-2701-П-1. Опрашиваемый. Самуэль Декарт, мужчина, белый, 57 лет, главный административный чиновник исправительного учреждения. Опрашивающий. Агент. Предисловие. Интервью проводилось в рамках стандартных первичных процедур при приеме господина Декарта под стражу фонда. Начало протокола. 1970-й. Агент. Я рассмотрел записи об освобождении с... вплоть до настоящего времени. Похоже, был последним месяцем, когда из тюрьмы выходил заключенный. Самуэль Декарт. С виду вы довольно смышленный, малый, так что я уверен, вы уже выяснили, почему так. Агент. Ваша дочь. Смэйл Декарт. Эмили. Агент. Вы намеревались использовать SCP-2701 в отношении... Смэйл Декарт. Мне хватило один раз посмотреть ему в глаза, сразу же после суда. Ты когда-нибудь видел лицо настоящего чудовища, сынок? Агент. Не думаю. Нет. Смэйл Декарт. Вот таким он был. Я посмотрел ему в глаза и увидел человека, который предпочел быть зверем. Я хотел бы видеть, как он будет гнить в самой глубокой и темной дыре, которую я смогу найти. Вы знаете, как ломают животных? Агент. Нет, господин Декарт. Смэйл Декарт. Нужно забрать у него надежду, загнать его в угол и перекрыть все выходы. Позволить просочиться внутрь ужасу. Смерти боятся все, но сломанное существо боится жизни даже больше. Агент. А потом... Умер в заключении? Господин Декарт пристально смотрит на агента. В течение нескольких секунд. Смэйл Декарт. Я задумал это для него, но когда он ушел, я больше не смог смотреть на животных, которые окружали меня. Меня начало тошнить даже при мысли о них. И тогда я отправил охранников домой и начал переводить арестантов. Агент. Вы самостоятельно помещали заключенных в ССП-667? Смэйл Декарт. Да, агент. Сколько это времени у вас заняло? Смэйл Декарт. Поначалу все шло быстро. Они думали, что это изоляция. Они еще не заметили, что другие не возвращаются. Все они были убийцы, скоты и хищники. Но лишь немногие брыкались, когда я вел их в 667. Это были первыми, кому я пустил кровь. Агент. Что вы имеете в виду? Смэйл Декарт. Шокера оказалось недостаточно, так что пришлось воспользоваться трубой. До остальных быстро дошло. Они поняли, что дерьма стала более пустой, спокойной. Они увидели, что я увожу людей и не привожу обратно. Я кормил их раз в несколько дней, так что они были злые. Но голод пока не лишил их силы. Была пара недель грубой работы. Каждого я забирал с боем. Даже самому несколько раз доставалось. Господин Декарт расстегивает рубашку. Он указывает на 4 шрама длиной 2-3 сантиметра на правом боку в нижней части живота. Агент. Вы обращались за медицинской помощью? Самуэль Декарт. Нет, я сам их зашил в лазарете, но потом стал работать медленнее. Я стал тщательнее выбирать, кого вытаскивать. Я наблюдал, как страх просачивается в каждый блок. Когда я раздавал еду, то высматривал тех, которые просили и молили и просто забились в угол камеры. Они рыдали и мочились под себя. Но борьбы было не так много. Агент. Были другие инциденты? Самуэль Декарт. Совсем немного. Пока я был терпелив, голод, грязь и ужас укращали их прежде, чем я к ним приходил. Некоторые выбирали выход труса, но я оставил их тела в качестве предупреждения. Агент. Что значит предупреждение? Самуэль Декарт. Они должны были знать, что единственный способ выйти отсюда через меня. Внутри уже попахивало гнилью. А коридор в блок 15 был давно весь в пятнах от тех, кого мне пришлось туда тащить волоком. Тех немногих, кто еще пытался сопротивляться после первого удара по голове. После этого в них оставалось совсем малой жизни. Агент. А сколько времени это заняло? Самуэль Декарт. Я закончил через 3 месяца и 6 дней. Был последним. Но он не сказал ни слова, даже не смотрел на меня. Агент. И последний вопрос, господин Декарт. Как вы создали СП-2701? Самуэль Декарт. О, не я создал его, сынок. Мне помогли. Агент. Пожалуйста, объясните. Скажу просто, что ненависть и горе для некоторых являются валютой. Когда я готов был заплатить цену, помощь нашла меня. Конец протокола.